Час новостей на 12 канале. В студии Екатерина Булучевская. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Отвечать президенту. Уже два часа Владимир Путин общается с журналистами со всей страны. В Манеже идет большая пресс-конференция. Главные заявления главы государства к этой минуте. Чтобы жизни мечей стало лучше. Выработать планы совместной дальнейшей работы по развитию нашего региона. Губернатор обсудил реализацию крупнейших проектов с депутатами и сенаторами. Зарезал семью по воле внутреннего голоса. Психиатры подтвердили невменяемость убийцы из Таврического района. В больницу с патрульными мигалками. Доехали быстро. Большое спасибо. Инспекторы ДПС спасли жизнь пятилетнему мальчику. Почему отец не смог самостоятельно доставить малыша к врачам и в каком состоянии ребенок сейчас? И проверка на прочность. Авангард ждет встречи с остальным лидером КХЛ. Можно пробить Юху Алкинуору бросками с дальних позиций при помощи рикошетов. Максим Гречанин проанализировал тактику нашей команды и оценил шансы на победу. 70 миллионов россиян уже сделали прививку от коронавируса. Уровень коллективного иммунитета в стране сейчас приблизился к 60%, но достичь необходимо 80% планки, заявил президент. И эта цель будет выполнена в первом квартале следующего года. Владимир Путин продолжает общаться с журналистами. Пресс-конференция идет в Манеже. На встречу с главой государства попали всего 500 российских и зарубежных корреспондентов. Среди них и шеф-редактор 12-го канала Денис Ионос. Владимир Путин уже ответил на вопросы о коронавирусе, вакцинации, экономике, поддержке бизнеса. И оценил деятельность глав регионов в условиях пандемии. Ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. И поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра, и для этого была создана правительственная комиссия, нам нужно все-таки отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Ну разве можно сравнить, я не знаю, Чукотку, да, и Москву? Ну разные совершенно вещи. И разная эпидемиологическая ситуация складывалась из-за огромности территорий нашей в регионах. Повторяю, так же как в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно. Не боялись брать на себя сложных решений. Не обошлось и без острых вопросов. Представитель русской службы Би-Ви-Си спросил Владимира Путина о том, почему в стране выросло число организаций, признанных иноагентами. Президент парировал. В России таковых всего 34 тысячных процента от всех СМИ. То есть 70 организаций с 200 тысяч зарегистрированных как НКО. И напомнил о том, что в США, в отличие от России, иноагентам грозит уголовный срок до пяти лет лишения свободы. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и чётко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и всё, они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно, и так же, как ваш коллега говорит, нужно вводить уже ответственность, в том числе уголовную, за невакцинацию, ну давайте мы сделаем, как в США, ведём уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения. Просто вы скажите по-честному, источник вашего финансирования назовите. А корреспондент из Тобольска спросил президента о том, ждать ли в России регистрации в соцсетях по паспорту. Владимир Путин, отвечая, раскрыл шокирующую цифру. В стране было предотвращено больше сотни случаев нападения на школы. Потенциальных убийц нашли с помощью соцсетей. Впрочем, польза от интернета тоже есть. Поэтому, заявил президент, достаточно того, чтобы иностранные платформы соблюдали российское законодательство. Что касается того, чтобы уйти от обезличности в интернете, то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всём мире. Но интернет – это часть нашей жизни, причём всё больше и больше, больше и больше часть нашей жизни. Поэтому всё, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия, и моральным, и юридическим правилам. Здесь нужно, конечно, только одно – соблюсти золотую середину, как во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения, не подавлять свободу распространения информации в том же интернете. Но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений, о которых вы сейчас сами и сказали. Надо надеяться, что такая золотая середина будет найдена. Большая пресс-конференция президента продолжается. Будем надеяться, что и мой коллега Денис Ионос всё-таки сможет задать свой вопрос к главе государства. Все подробности уже в 19.30. А пока к другим новостям. Отстаивать интересы омичей вне зависимости от политических взглядов и партийной принадлежности и добиваться федерального финансирования. Губернатор встретился в Москве с представителями Омской области в российском парламенте. Напомню, новый региональный пул – это 11 человек в Верхней и Нижней палатах. Александр Бурков в ходе беседы обозначил приоритетные для развития Омской области направления и задачи. Речь идёт о решениях, которые требуют поддержки депутатов и сенаторов, призванных лоббировать интересы регионов в Госдуме и в Совете Федерации. В первую очередь это выделение федеральных средств на строительство новых объектов здравоохранения и дорог, благоустройство Омска, развитие транспортной инфраструктуры. Также без внимания не должны оставаться экология, водоснабжение районов и другие стратегически важные для региона проекты. Мы представляем с вами всю одну партию жителей Омской области. Поэтому, коллеги, я пригласил вас для того, чтобы провести такое организационное заседание, для того, чтобы выработать планы совместной дальнейшей работы по развитию нашего региона, Омской области. И что является ключевым, это по привлечению средств из федерального бюджета для реализации федеральных адресных программ на территории Омской области, для реализации национальных проектов и обсудить ваше видение, вашу роль, как вы представляете дальнейшую работу с правительством Омской области. И в единой команде, я считаю, того депутатского корпуса, который мы с вами имеем. Каждый из депутатов в Госдуме и сенаторов Совета Федерации уже определился с направлением своей работы и выбором комитетов. Поэтому на встрече сразу обсудили, в каких конкретных сферах они планируют отставить интересы региона и омичей на федеральном уровне. Родители дошкольников все-таки смогут посмотреть новогодние представления в детских садах. Для этого понадобится QR-код или же отрицательный ПЦР-тест. Разъяснения дали в Роспотребнадзоре. Побывать на утреннике сможет только один взрослый. Ему понадобится сертификат о вакцинации. Тех же, кто не ставил прививку, пропустят по справке о перенесенном не более полугода назад ковиде. Входным билетом может также быть отрицательный ПЦР-тест. При этом праздник по-прежнему разрешено проводить только в отдельной группе. Смешивать коллективы нельзя. Как и приглашать на представление Деда Мороза и Снегурочку из других организаций. И к другим темам. Не отдавал отчет своим действиям. К такому заключению пришли екатеринбургские психиатры, которые работали с омичом, устроившим бойню в Таврическом районе. Многодетный отец, жестоко расправившийся с семьей в момент преступления, был неадекватен. Убийство, напомню, житель села Престанской совершил летом. Отец четверых детей набросился с ножом на жену и девятиклассницу дочь. А затем попытался свести счеты жизнью. Врачи супругов спасли, но девочку реанимировать не смогли. Школьница получила 12 ножевых ранений и скончалась на месте. Позже силовикам сельчанин признался. Зарезать семью велели. Голоса в голове. Следственным путем было установлено, что обвиняемый длительное время кодировался от алкогольной зависимости. Однако незадолго до совершенного преступления развязал. У органов следствия стало сомнение во вменяемости нашего обвиняемого, в связи с чем последний был помещен на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, производство которой было поручено экспертам Екатеринбургского судебюро. По решению экспертной комиссии обвиняемый был признан невменяемым. Психиатры установили, у сельчанина развелось психическое расстройство, которое вызывает галлюцинации. По этой причине, согласно заключению медиков, в момент нападения отдавать отчет своим действиям многодетный отец не мог. А это значит, что к уголовной ответственности привлечь омеча не удастся. Теперь вместо срока в колонии убийцу ждет принудительное лечение в Омской психиатрической клинике. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру. Омские инспекторы ДПС помогли спасти малыша, которому требовалась срочная медицинская помощь. Накануне к полицейским, которые несли службу в районе трассы Троицкая-Чукреевка, с просьбой обратился взволнованный водитель. Мужчина из Шербакульского района вез в областную больницу своего пятилетнего сына. Мальчик случайно проглотил монету. И ему требовалась срочная помощь врачей. На дорогах в этот момент были заторы, и водитель попросил сотрудников ДПС сопроводить его машину. Инспекторы на своем авто, включив спецсигналы, обеспечили свободный проезд. В итоге ребенка удалось быстро доставить в больницу и передать врачам. Ехал по дороге, не доезжая Омска, получается, Виадука. Сотрудники несли службу, как бы попросил помощи, чтобы побыстрее добраться до больницы. Быстро доехали? Доехали быстро. Большое спасибо. Сейчас мальчик все еще находится в больнице под наблюдением медиков. По заверению врачей, его здоровью ничего не угрожает. Превратили в холст больничные стены. Студенты педагогического университета сейчас работают в медучреждениях Омска. Ребята проходят практику и в качестве дипломной работы выбрали для себя интересный проект. В коридорах областной детской больницы появились джунгли, встречают пациентов и обитателей тропического леса и сказочные персонажи. Как создавали картины и что в итоге получилось, расскажем в следующем материале. В новом году встречать юных пациентов детской областной больницы будет золотой петушок, жар птицы и персонажи сказки «Лиса и журавль». Появятся они прямо в холле. Пройти мимо, говорят студенты факультета искусств, просто не получится. Основа своеобразных полотен уже готова. Стены загрунтованы, а эскизы начинают оживать в полном масштабе. Ну, могут возникнуть сложности при переносе с маленького формата на большой. А это может получиться из-за того, что, допустим, некоторые замеры шли приблизительно. Или не всегда же строят здания абсолютно ровными. В одном месте стена может быть выше, в другом ниже. Но если работа приятна, то она уже и не сложная. Появится здесь и сказочный лес. В волшебном мире ребят встретят хозяин тайги, заяц и даже енот. Это уже не первая проба пирая. В начале года ребята украсили своими рисунками два отделения. В этом коридоре на мечей поглядывают экзотические животные – змеи и леопарды. А тукан вот-вот вылетит из пальмовых листьев в коридор. Я в этой больнице первый раз с ребенком. И, конечно, обратила внимание на такой интересный интерьер, такой красивый рисунок, интересные картины, что не так, как мы привыкли в обычных больницах, серые стены. Конечно, лечение – это в первую очередь здоровье ребенка. Ну и комфортное пребывание тоже немаловажно. Такой дизайн, говорят врачи, интересен и им. Бороться за здоровье маленьких пациентов в такой обстановке намного проще. Это очень замечательный и, главное, красивый проект, который создает эмоциональный фон, положительный эмоциональный фон, как у детишек, которые поступают сюда в больницу, а поступают они зачастую со страхом, с боязнью, боязнью лечения. И когда они видят эти картинки, они все-таки успокаиваются. Полезны росписи для самих студентов. Проект идет им в зачет практики, дипломную работу или входит просто в часть обучения. Если раньше ребята представляли свои картины только на традиционных полотнах, то теперь показывают в куда более масштабном формате, а заодно поднимают настроение пациентам детской больницы. Анастасия Вишова, Денис Лопарев, 12 канал. А вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Проигнорировали поручения главы региона. В домах села Троицкое по-прежнему холодно. Напомню, на ледяные батареи жители пожаловались в ходе последней программы диалог с губернатором. Александр Бурков в прямом эфире потребовал от ответственных структур оперативного решения проблемы. Глава района тогда отчитался, что холодно только в одной двухэтажке. На деле оказалось, замерзают сразу несколько домов. Когда вот на улице холодно, вообще там 12-13, холодные вообще батареи. Пока потеплело, только в квартире у автора жалобы. Что же делать остальным и как объясняют ситуацию муниципальной власти? Именно они должны были разобраться в проблеме к сегодняшнему дню. Подробности у Никиты Смирнова. И вот они нарядные, катают омичей. Городские троллейбусы украсили к Новому году. Салоны засияли не хуже, чем торговые центры. Дизайн разрабатывали сами водители и кондукторы. Самые креативные не только нарядили транспорт, но еще и себя. Ради настроения людей порадовать. Я и работаю так же. Люди утром на работу идут, улыбаются сразу же. Что уж говорить о реакции малышей. Для них поездка в праздничном транспорте становится настоящим событием. Оценила украшение конкурсная комиссия. За самые оригинальные идеи авторы получат призы. Как отбирали лучших из лучших, расскажем в 19.30. Ради искусства пришлось поработать с землекопами. Творческая группа нового художественного проекта 12 канала рассказала о каверзных моментах, которые возникли в процессе съемок киноленты «Я иду тебя искать». Сцену, где одна из ключевых героинь должна была завязнуть в болоте, чуть не сорвала жара. Продюсеры нашли подходящие топи в Муромцевском районе. Но когда артисты приехали к месту съемок, выяснилось, что из-за палящего зной они пересохли. Тогда общими усилиями режиссеров, актеров, операторов и волонтеров пришлось добывать воду из-под земли. Мы специально ездили в командировку, когда искали локации для съемки фильма. Мы нашли это болото, оно было действительно шикарное, красивое, залито водой, с лягушками. Вот, назначили дату съемки, и через две недели мы должны были туда ехать. Через две недели нам звонят с Муромцевой и говорят, а была жара очень сильная. Сказали, все, ребята, пересохло ваше болото. Я говорю, ну а нам как, деваться некуда, потому что мы должны ехать, у нас график. Ну и где-то часа, наверное, три мы в воде лопатой копали вот это болото, чтобы там актериса могла вот и ночь. Напомню, что лента «Я иду тебя искать» создавалась в партнерстве с общественной организацией «Доброспас Омск» на средства президентского гранта. Уже завтра наши телезрители смогут увидеть новый художественный фильм в 20.30 на 12-м канале. Расплавить сталь. «Авангард» сегодня попробует взять реванш за недавний проигрыш магнитогорскому «Металлургу». Команды в текущем сезоне сойдутся уже в четвертый раз. Пока преимущество по выигранным встречам в пользу «Уральцев» 2-1. Прошлые матчи соперники оставили за собой. «Авангард» совершил камбэк, отыгравшись со счетом 0-2, а «Металлург» напротив упустил преимущество в три шайбы, но все же сломил сопротивление «Северстали». Кто окажется сильнее в четвертом матче «Эль-Классика» узнаем уже сегодня вечером. 12-й канал, как всегда, покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 22.15 по омскому времени. Ну а мой коллега Максим Гречанин прямо сейчас расскажет о том, чего ждать от этого поединка. Проверка действующим лидерам КХЛ станет для нас серьезным испытанием. Тем более, что до Нового года «Авангарду» предстоит сразиться еще и с «Йокеритом» и с «Трактором», которые тоже идут в числе лучших. Как показала прошлая встреча против «Торпедо», у «Авангарды» действительно были подсажены эмоциональные батарейки. И вот эта встреча после перерыва на Евротур дала возможность нам вернуться в игровое русло, а Бобу Хартли получить в свое распоряжение третье атакующее сочетание «Цыгларик», «Прохоркин» и «Якупов», которая на фоне других звеньев «Авангарда» смотрелась куда более сильно и вытащила, по сути, для нас матч против «Торпедо». К слову, «Прохоркин» в двух последних играх забрасывал в ворота «Металлурга», поэтому ждем от него сегодня результативных действий. У «Авангарды» сейчас оптимальный состав, чего не скажешь о «Металлурге». Пашнин до сих пор восстанавливается после перенесенной операции, а Филипп Мае, лучший бомбардир команды, получил травму в игре на Кубке Первого канала и вот в прошлом матче против «Северстали» налет не выходил. Хотя это «Металлургу» не помешало четыре шайбы в ворота «Северстали» забросить. Как показала практика, как раз в наших матчах против «Металлурга» можно пробить Юху Алкинору бросками с дальних позиций при помощи рикошетов. Но куда более эффективно шайбу доставлять на пятак и пробовать уже там переиграть финского голкипера и его защиту. На быстрых контратаках тоже можно вскрывать оборону «Уральцев» и это успешно продемонстрировали хоккеисты «Северстали» что в гостевом матче, что в домашнем, неоднократно разрывавшие оборону в частности Линуса Хульстрема своими быстрыми выпадами. Это же показал и московский «Спартак», недавно обыгравший «Металлург» в Магнитогорске со счетом 3-2. Там два красно-белых убежали в контратаку против четырех сразу хоккеистов «Металлурга», а своевременно подключившийся защитник сумел распечатать Юху Алкинору. Соответственно, в позиционной обороне команда Ильи Воробьева очень хороша. И когда вся игра идет под ее диктовку, и хоккеисты контролируют все участки в своей зоне и позволяют сопернику играть только вдоль бортов или вдоль синей линии, это дает им преимущество. И расставляясь по своей зоне, команда чувствует себя вполне спокойно и уверенно. Но как только ситуация требует сиюсекундного принятия решений, здесь уже возможны ошибки со стороны нашего соперника. И желательно сегодня «Авангарду» этими ошибками воспользоваться. И последнее. О новогоднем оформлении Омска, спортивных и социальных итогах 2021-го пойдет речь сегодня в программе «Акценты недели интервью». Заместитель мэра Анастасия Терпугова и директор Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константин Мельников расскажут о праздничном новогоднем маршруте, посоветуют, где покататься на лыжах и коньках, подведут итоги года и раскроют планы на 2022-й. Знаковые события, основные локации зимних развлечений и многое другое сегодня в 19 часов на 12-м канале. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Завтра, 24 декабря, в Омске облачно, снег. Температура воздуха ночью до минус 19, днем 7-10 градусов ниже нуля. В районах небольшой снег, в ночные часы минус 5-11. В дневные столбик термометра опустится до 22 градусов холода. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова